ну что же я вас всех приветствую сейчас находимся прямом эфире и сейчас придется немного подождать пока появится народ пока немного протестирую камеру посмотрю вообще как что происходит так есть один человек два человека так всех приветствую ну подождем еще двоих и в принципе начнем у меня эфир сегодня будет на тему моего творчества то есть как я стал писателем как вообще прошел свой путь какие книги вышли что буду делать дальше и далее будет еще ответы на вопросы а также 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 сейчас вспомню такая прикольная вещь как ответы на вопросы которые поступали ранее то есть в разных социальных сетях публиковал о том что у меня будет фир и можно было задавать вопрос так ну что ж что-то количество людей никак не прибавляется поэтому придется начать третий человек хорошо приветствую скорпион ниндзя приветствую антонина она все отлично всем привет раз уж у нас набралось необходимое количество человек я начинаю эфир и сейчас начну рассказывать о своем творчестве оно началось у меня где-то наверное примерно 2009 году когда я работал на радио в гтрк все российской телерадио компания вести саха и там я делал хэллоуинскую передачу я собрал с интернета всякие прикольные истории нашел подходящие звуки и провел эту передачу сделали запись смонтировали и она вышла на редкость такой зловещей жуткой к сожалению правда в те времена облачных сервисах я ничего не слышал и у меня эта запись она просто не сохранилась то есть надо было хотя бы в контакте и залить на самом деле вот чего я не сделал и в общем после этого я подумал что нужно делать подкаст и эта идея меня не покидала я пытался на том же радио делать подкасты но после первой же записи получилось так то что звукорежиссер она потеряла записи включая исходники через какое-то время и их восстановить не получилось я конечно расстроился забросил этот проект и потом через несколько дней лет нет нет лет через несколько лет я продолжил уже виде подкастов на youtube то есть я делал по той же самой системе делал запись как на радио накладывал картинки звуки музыку и так далее и оформлял так у меня вышло около десяти выпусков к сожалению тогда у нас в якутии интернета особо не было то есть тогда еще в четырнадцатом году интернет у нас еще делился все-таки на внутренний на внешний и соответственно ютубе было очень мало пользователей и просмотров было довольно-таки мало у меня вы хотела от 100 до 1000 просмотров я считал что такая трудоемкая работа это ну того не стоит то есть выход на монетизацию должен был быть вообще очень-очень далеко вот поэтому после 10 подкастов я это дело забросил и решил просто-напросто остатки историй которые они у меня хранились выложить на ну в своем блоге на одном из интернет сайтов общеизвестным и в общем там была такая вещь что однажды я проснулся знаменитым то есть я выкладывал истории на мой взгляд довольно таки известные всем довольны таки баянисты но тем не менее через какое-то время я начал смотреть то что у меня счетчик просмотров просто начала бомбить то есть там хорошие у хороших постов просмотры исчислялись тысячи некоторых даже были по несколько десятков тысяч просмотров ну насчет нескольких я привычу но 10 тысяч просмотров я делал это считалось как бы очень удачный заход вот и соответственно я потихоньку начал открывать свои паблики вконтакте фейсбуке в инстаграме и начал потихоньку добираться до ютуба вот а потом 2017 году получается три года спустя ко мне пришла в голову идея сделать сборник лучших историй которые выходили с 14 года у меня в блоге и соответственно место подкастов я начал заниматься уже собственно книгами и на удивление первая книга она получилась довольно таки успешной вот она страшная история якутии так сейчас вот чтоб маска не мешала вот эту картинку делал роман марков я у него заказывал иллюстрации для обложки вот такая вот штука и в общем заказал верстку книга была далека от совершенства на самом деле то есть там была масса обечаток потому что у меня не было корректора истории в принципе были интересные потому что я даже сам иногда эту книжку перечитываю и плюс там было несколько историй которые были прямо эксклюзивом то есть на момент выхода их не было нигде не в интернете и так далее и соответственно вот эти все истории которые там были я собирал довольно таки долгое время во первых был специализированный форум назывался x files и там были разделы байки и там конечно очень много было скопированных с интернета историй но были местами рукописные истории которые которыми делились сами пользователи это было очень интересно я их начал отдельно выкладывать какие-то истории я сам помнил потом какие-то истории мне начали рассказывать и плюс я сделал одну грамотную вещь я очень часто в писал о том чтобы присылали истории мне в личку и то что я их опубликую и вот с авторством или без на ваше усмотрение и мне начали люди присылать истории чтоб они были опубликованы некоторые из них были прямо шикарные вот тут у меня спрашивают что у меня сзади сзади у меня но это маска инстаграма и тут просто такое вот существо мифическое это какой-то призрак вот и собственно первая книга она у меня вышла тиражом 100 экземпляров и она у меня разошлась довольно таки быстро потому что мне помогли ее распространять распространять я ее распространял у друзей потом чуть позже начал распространять уже в небольших магазинчиках книжных и в общем она разошлась потом мне пришлось сделать дополнительный тираж вот и после этого у меня началась такая вот довольно странная волна популярности я не ожидал что в виде книги этот формат он хорошо стрельнет то есть это вообще как бы побывала во всевозможных форматах и сейчас тут есть вопросы по поводу youtube и youtube каналом я начал заниматься то есть вот этот стрим он на самом деле пойдет уже формате записи именно на youtube потому что очень странно но я сделал только несколько записей в прошлом году на youtube и получилось так то что на меня до сих пор люди подписываются до сих пор идут комментарии и так далее хотя последняя запись была в сентябре месяце 2020 года и соответственно меня огложит совесть за то что активность на канале есть а я сам ничего не публикую и соответственно решил немного рассказать про свое творчество уже какое-то время спустя я подумал что нужно создать новую книгу я решил что концепция у меня должна быть такая что ни одна книга не должна быть похожей на другую и вышла книга под названием легенды якутска вот тут еще конечно же стактарова это вот известный человек ранее был довольно таки и книга она вышла при поддержке магазина индустрия спецодежда то есть мне помогал предприниматель сарел тихонов он прочитал мой пост о том что я собираюсь выпустить книг но у меня нет средств он вышел на меня и проспонсировал весь тираж единственное что мы разделили потом эти книги то есть часть я забрал себе совершенно бесплатно и реализовывал их самостоятельно кстати в принципе мне удалось на этом заработать я не скажу что прям большие очень деньги но я заработал больше чем привет привет больше чем обычно зарабатывают писатели небольших издательствах и далее вот эта книга тоже была сам издатом выходила она была посвящена в основном городским легендам то есть легендам города якутска древним и новым там довольно таки много фотографий довольно таки много иллюстраций работа была проведена на самом деле серьезная книга тоже нашла своего читателя тираж был уже побольше я сейчас уже точно не могу вспомнить но в районе 500 экземпляров то есть они все были малотиражные мои сами издатовские книги потому что стоимость полиграфии она довольно таки высокая а деньги возвращаются ну во первых не сразу а во вторых ты когда реализовываешь то приходится с каждой книги отдавать проценты продавцу ну минимум это где-то процентов 15-20 это точно уходит туда и тут ждешь где-то месяц или два пока у тебя вот небольшая партия которую продавцу отнесешь она полностью распродаться вот теперь перейдем уже промежуточной книги она у меня в цикл не входит но в принципе она технически то является моей книгой это то есть выходила книга уже на якутском языке после второй книги меня заметила издательство Бичик которое сейчас называется издательство Аяр и оно уже в свою очередь мне предложило выпустить переиздание на якутском языке тоже с довольно интересными иллюстрациями кстати если в первой книге у меня не было иллюстрации вообще и была только красочная обложка вторую книгу мне помогала делать Сахая Солдатова это вот замечательная девушка дизайнер которая является еще моим земляком по линии матери вот и она помогала вот эту книгу в общем-то создать и делала вот такие вот прикольные очень иллюстрации дизайн мы разрабатывали совместно то есть концепцию придумал я то есть дизайн должен был быть в духе примитивизма то есть это такие вот очень простенькие рисунки но они получаются очень атмосферные и дизайн был именно в общем это именно так и задумывалось что это будет вот так на самом деле она начала гораздо раньше она делала свою дипломную работу так так есть ли план да на это я тоже чуть похоже отвечу она делала дипломную работу и получается мою самую первую книжку она сделала альтернативную версию и ее дипломная работа получила очень хорошие оценки возможно такая такое переиздание книги она когда-нибудь выйдет там как раз таки она с иллюстрациями она очень похожа по формату на вторую книжку которую делала сахая солдата то есть мы даже некоторые материалы использовали с ее дипломной работы на выпуске вот этой книги и далее переходим уже к вот этой так получилось что она сотрудничала с издательством и ее привлекли как раз таки к изготовлению вот этой книги то есть она занималась тоже созданием иллюстраций вот за эту книгу я получил гонорар причем опять же говорю что гонорар он оказался несколько меньше чем то что я получал с продаж но с другой стороны я сразу говорю то что когда реализуешь свои собственные книги и самих продаешь это довольно таки большое количество суеты и на самом деле этим должна заниматься целая команда команда человек то есть кто-то должен заниматься маркетингом распространениями и так далее писатель должен быть фронтменом он должен рекламировать свое творчество в социальных сетях в интернете давать интервью и так далее и когда ты это делаешь один это занимает довольно таки большое количество времени энергии сил и так далее поэтому я даже не знаю что на самом деле тяжелее самостоятельно издавать это гораздо прибыльнее вот что я могу сказать то есть если вы сможете создать востребованный продукт то в принципе он окупится это сто процентов а если вы еще сможете привлечь спонсора то есть кого-то заинтересовать то конечно это окупится вообще многократно все ваши усилия когда работаете с издательством там издательство на себя берет как раз таки вот эти повседневные тяготы то есть она занимается само продажей печатью рекламой она будет ставить твои книжки у себя на прилавках на видное место и так далее соответственно как бы и суеты и выгоды гораздо меньше получается но в принципе с издательством тоже как бы можно заключать индивидуальные договоры если ты уже такое хорошо себя зарекомендовавший писатель то это да кроме этого хотел сказать то что нужно сотрудничать с библиотечными системами они тоже смотрят если например где-то можно договориться о проведении встречи с читателями и объявить эту тему они по своим каналам начинают распространять информацию то что вот у нас в библиотеке будет встреча с таким-то писателем и там тоже конечно смотрится на наполняемость зала если ты собираешь залы если люди интересуются твоим творчеством и так далее то конечно тебя начинают приглашать уже в другие библиотеки у меня на пике популярности на библионочь я посетил 4 библиотеки то есть я буквально ездил из одной библиотеки в другую благо в тот же день мне удалось получить как раз таки вторую мою книжку и соответственно я еще успел ее попутно продавать то есть вместе с этими выступлениями всеми сейчас отвечу на вопрос есть ли план сотрудничать с художниками например по вашей книге издать комикс на самом деле по одной из историй моего блога был уже комикс он у меня есть в моем профиле в инстаграм он называется волосатое сердце его я сделал вместе с Романом Марковым замечательным художником и возможно у нас получится делать еще какие-то другие комиксы если они вообще получат нормальный отзыв нормальную оценку если они окажутся востребованными то возможно это будет целый цикл ну как бы посмотрим я прямо обещать гарантировать и клясться точно не буду но на самом деле мы это планируем сделать теперь уже перейдем собственно к моей последней книге которая не последней крайней книге то есть самой свежей книге которая вышла буквально в этом году эта книга называется они среди нас самое интересное то что дизайнером снова была та же сахая солдатова но как бы это был уже заказ собственно самой самого издательства раньше называлась бичик теперь называется аяр вот и соответственно конечно это сказалось на дизайне самой книжки то есть дизайн он уже отличается от всех предыдущих потому что всем этим уже занималась издательство в конце второй книги я писал о том что на этом я скорее всего закончу и продолжение скорее всего не будет но так оно и было бы если бы на меня не вышли из издательства то есть они сказали то что им нужен сборник истории который касается путешествий ну в общем со всей той мистикой с которой можно встретиться на дорогах Якутии то есть если ты по ней ездишь путешествуешь и так далее и в общем эту книгу я все таки смог создать причем самое интересное то что тогда я понял в каком режиме мне надо работать то есть я пытался после работы заниматься этой книгой и несколько месяцев она у меня вообще совершенно не двигалась потом я начал просто вставать ложиться раньше вставать раньше и начал писать начиная с 7 утра и у меня просто получился бешеный вообще прирост к скорости потому что в день я начал делать несколько страниц и я получается за две недели сделал больше чем за два месяца ну серьезно так получилось поэтому если кто-то хочет заниматься творчеством попробуйте поэкспериментировать со своим режимом то есть возможно вы продуктивны какие-то другие часы потому что многие думают что для творчества в идеальное время это ночь на самом деле я ночью творить практически не могу хотя как сказать если утром у человека доминируют такие аналитические способности интеллектуальные то вечером уже какие-то такие творческие на уровне мысли поэтому планировать что-то можно вечером но реализовывать удобнее всего утром ну у кого как конечно у всех свои ритмы я хотел бы чтобы вы тоже задали свои вопросы пока я буду отвечать на те вопросы которые мне поступали от подписчиков в разных социальных сетях например был вопрос о том как себя перезагрузить творчески я считаю то что человеку нужно нужны интенсивные яркие свежие впечатления в любом случае то есть либо у человека произошел такой эмоциональный застой может быть он ничего не испытывает и так далее и это как раз его простимулирует и даст новый виток к творчеству либо например человек сильно наоборот загружен испытывает какой-то дискомфорт и опять же новые сильные яркие впечатления они просто их перекроют это выбит эту самую пробку и человек двинется вперед к новому творчеству теперь перейдем к еще одному вопросу мне надо включить компьютер посмотреть что там было вопрос по моему касался вдохновения на самом деле я во вдохновение не верю есть такая штука как писательский транс это когда ты обладаешь уже достаточными достаточным опытом чтобы настраивать себя и писать на автомате вот такая вот вещь есть это признак такого начинающегося уже профессионализма когда ты можешь строчить именно на автомате и действительно ты когда попадаешь в такой вот поток сознания писательского и начинаешь строчить оказывается совершенно реально можно забывать вообще обо всем например я крайне редко забываю о том чтобы поесть например поспать и прочее но когда я впадал в такое состояние я забывал вообще обо всем я забывал о том чтобы даже сходить в туалет и просто приходил в себя и чувствовал испытывал такую сильную боль и я понимал что мне нужно бежать довольно таки срочно или например я понимал что оказывается я уже долгое время ничего не ел про сон тоже конечно можно в принципе забыть в таком состоянии и ты действительно когда находишься в таком мобилизованном ресурсном состоянии ты стараешься в этот момент по максимуму отработать и вот это люди могут называть вдохновением вдохновением то есть вдохновение это на самом деле ресурсное состояние это состояние человека обладающим уже определенным мастерством многие считают то что в массовой культуре есть такое мнение что навык писателя это то что как бы внезапно вдруг как то каким то образом снисходит это такой врожденный дар и человек испытывая контакт с небесными сферами и вдруг начинает замечательно стращить нет на самом деле нужно очень долго упорно много писать самое главное просто нужно постоянно работать над этим навыком и только тогда уже через какое то время может быть будет наступать это самое ресурсное состояние до этого придется конечно очень много написать всяких разных каракуль и мне честно говоря свои старые рассказы по крайней мере часть из них перечитывать даже страшно то есть я не пытаюсь перечитывать потому что мне реально жутко но с другой стороны я их писал мало и писал их от души поэтому большинство в принципе они читабельные и даже с некоторыми старыми рассказами я уже побеждал в литературных конкурсах то есть в тех конкурсах где можно было в принципе по правилам использовать старые работы ну то есть не запрещалось кстати совет еще другим пишущим людям то что лучшие работы вы держите в столе до того как представится интересный случай потому что очень часто бывает что в интернете проходят конкурсы либо с хорошими призами либо с шансом на публикации в хороших изданиях в каких-то сборниках например я хочу попасть в самую страшную книгу по моему так называется сборник я читал пару книжек таких но там есть железное правило то что они каждый рассказ проверяют на уникальность даже если вы его переписали то они все равно его найдут даже если вы его удалили они тоже найдут в кэшах они будут пробивать на плагиат короче самого себя и соответственно вам нужно иметь уникальные тексты у себя в запасе так тут спрашивают не думали написать новеллу или роман так новеллу или роман ну на самом деле я сейчас работаю кстати над двумя книгами одна из них только является сборником одна уже является полностью художественным произведением то есть до этого все мои книги они выходили в формате фольклора в формате ну если не документального то в формате публицистики вот и соответственно у меня впереди и будет первое по-настоящему художественное произведение о нем я говорить не буду но я могу сказать то что она напрямую связана с таким существом как ворон ну с птицей вот и конечно же там будет тоже довольно таки много мистики тут еще спрашивают как меня найти на ютубе на ютубе у меня канал под названием северный острог на нем 350 подписчиков его довольно таки легко найти там у меня тоже несколько подкастов несколько старых таких репортажного характера записей я их наверное скрою чтобы могли видеть только обладатели ссылок потому что они не отвечают тематике канала например там мисс виртуальной Якутии 2019 которая до пандемии еще была там концерт little big якутские или там про то как человек закапывал себя в снег погребенный заживо повелитель холода или там как тренируется женская команда по американскому футболу вот несколько подкастов и есть три как бы нормальных ролика летенда канголасского мыса усть майская жуть и ночная смена это где я рассказывал байки о том как я сталкивался с различной мистикой во время ночных дежурств в городе якутске вот надеюсь кому интересно найдете мой канал на youtube возможно даже у меня на моей странице в instagram есть ссылка на этот канал сейчас я проверю потому что иногда я ссылки меняю которые у меня закрепленных стоят я не уверен открываем смотрим да в принципе ссылка которая есть она ведет действительно на мой канал только она ведет на один из репортажных роликов фестиваль полевая кухня но я думаю это тоже как бы подойдет такс 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 спасибо еще вопросы ребята так в фейсбуке я посмотрел как приходит вдохновение я на это ответил сюжет сам придумаешь нет кстати у меня на самом деле в книгах нет ни одного полностью мною выдуманного сюжета они все взяты либо из реальной жизни либо записаны из чьих-то слов либо отправленные мне истории как я уже ранее говорил то есть у меня именно выдумки нет совершенно в книгах то есть конечно я не утверждаю то что все что там написано правда но можно допустить о том что все истории на сто процентов правдивы это можно допустить по крайней мере часть из них она точно этим отличается так какие книги можете порекомендовать на самом деле жанр ужасов сейчас претерпевает довольно таки большой кризис я даже не знаю почему но очень мало хороших фильмов очень мало хороших книг из книг я могу порекомендовать только наверное довольно таки старые классические то есть очень классная история у брэма стокера очень хорошие книги у стивена кинга только они на любителя потому что там повествование у них у него очень такое размеренное оно нравится не всем потому что там больше наверное такой классики и уже с таким небольшим налетом мистики на самом деле и сам у него больше идет описание окружающего мира и так далее единственное что в серии темная башня там действительно идет полная фэнтези то есть там выходит с нашего привычного мира в другие в другую реальность персонажи вот как то так так надо попробовать поменять ссылку сменить пароль все уведомления так редактировать профиль веб-сайт да теперь у меня в инстаграме будет ссылка на мой youtube канал я надеюсь он вам будет интересен ребята еще вопросы потому что в принципе по своему творчеству я довольно кратко прошелся пока вы придумываете я расскажу еще как вообще в принципе начал работать над первой книгой я тогда работал в охране в ночной смене как раз таки есть у меня отдельный подкаст он продолжительностью 32 минуты там я как раз рассказывал как я работал в ночную смену и вот самые жуткие истории у меня были связаны именно с тем местом где во время ночных дежурств я писал свою первую книгу там реально было здание с привидениями хотя как бы здание где происходит какие-то шумы и какие-то вот ночные явления это совершенно нормально и много кто ночью работает они часто сталкиваются с такими вещами и потом уже попросту не обращают внимание но там было просто нечто запредельное степень присутствия там была достаточно хорошая так а на youtube канале не хотите снять рассказы как канал агата кристи но про жителей якутии рассказы как агата кристи но в принципе я мог бы делать почаще стримы мог бы делать какие-то разборы истории каких-то истории и так далее очень подробно но это я буду делать если канал у меня действительно раскрутиться потихоньку тогда будет смысл уже вещать если будет аудитория хотя бы тысячи человек так я буду периодически только делать какие-то подкасты какие-то эфиры вот на тему мистики и следующий вопрос откуда у вас такой интерес к мистики интерес к мистики у меня начался еще в детстве потому что мои первые непрерывные воспоминания они у меня связаны с тем когда я жил с родителями в здании филармонии если точнее то это здание более известно в городе как Чароид находится на улице Каландрашвили возле театра оперы и балета и сейчас это здание находится в состоянии реконструкции то есть это раньше был собор в городе Якутске который был построен по приказу Петра первого кстати лично то есть он подписывал эти бумаги он дал разрешение то есть он написал указ о том чтобы его построили в Якутске это довольно таки старое здание там было общежитие и мои родители туда заселились и мне было очень страшно то есть я никогда не испытывал такого страха кроме как в том месте потому что у меня есть дар я чувствую такие паранормальные вещи и так далее и там просто мои внутренние сенсоры они просто зашкаливали потому что там столько всякое всячина находилось я не скажу что прямо что-то видел но я это чувствовал прямо всем телом как потом выяснилось а вокруг были захоронения человеческие останки потому что в старину вокруг любой церкви были захоронения и их убирали только в 90-е годы после того как мы оттуда съехали отец у меня участвовал в эксгумации то есть останки эти убирали потом в том же здании был свой призрак оперы кстати про него я наверное сделаю совершенно отдельный подкаст потому что это очень крутая и интересная история она наверное будет интересна даже не только якутскому но и вообще в целом марсийскому или даже вообще любому русскоязычному зрителю потому что история очень интересная она связана с вольфлором правда она конечно в большей степени скорее всего выдумана но все равно наличие призрака оперы об этом было довольно таки много свидетельств и я сам тоже в детстве столкнулся с такой вот вещью я однажды когда один был поднялся на второй этаж который был не заселен и поднявшись туда я подошел к двери я хотел послушать ну кто или что там находится и дальше у меня просто напросто обрыв в память и я помню как я прямо испытывал дикий ужас бегу вниз дома у меня родителей не было я побежал к соседям и я у соседки там прятался под швейной машинкой и она вот уже когда я был взрослым она мне рассказала эту историю что я прибежал очень сильно испугался и я не рассказывал то с чем я столкнулся то есть меня память бережет у меня этот обрыв в этом месте и она меня как-то успокаивала говорит тебе показалось и так далее но после того случая меня постоянно преследовало преследовали слуховые галлюцинации когда я долго сидел один в тишине мне начинали мерещится звуки оперного пения вот такая вот история и плюс еще чуть позже когда мы переехали в деревянный дом я встретился с такой вещью как полтергейст то есть я видел как кто-то невидимый пьет из стеклянного графина и вода переливаясь через край она просто-напросто исчезала в воздухе вот и как раз таки у соседей лежал сборник классических английских историй про привидения то есть про замки про то как умерший с фронта приходит к родителям прощаться и так далее там очень много различных интересных историй было то есть некоторые я даже помню наизусть то что в одном доме умер глава семьи и именно в тот момент когда он умер все часы они остановились в доме на той же самой минуте когда он умер то есть как будто он умирая испустил какие-то волны из себя электромагнитные или я не знаю какие то что он это повлияло на работу всех приборов в доме имеется ввиду часов это такие очень старинные истории можно сказать попахивающие средневековье потому что там призраки на лошадях ездили и так далее я научился читать довольно таки рано и эта книга меня очень сильно заинтересовала и возможно как раз таки уже на тот момент когда я прочитал тот сборник у меня наверное уже подсознание отложилось то что неплохо было бы сделать свой собственный сборник вот такие вот дела ребята я думаю на этом я закончу вот этот эфир потому что прошло уже довольно много времени мы сидим онлайне уже минут сорок я это видео еще буду перезаливать перезаливать на ютуб и для ютуба это наверное слишком длинный формат я надеюсь вам понравилось всем спасибо за внимание и надеюсь то что мы еще встретимся в онлайне всем пока всем пока и